Когда-то слушал Сложно сказать. Видимо мы испорчены ранним рок-н-роллом, когда была абсолютная свобода, она в нас осталась. Поэтому где-то так предчувствие вот такой современности у нас когда-то притормозило, я так думаю. Все нужно делать вовремя, жениться, ездить, спать и заниматься музыкой и песенкой писать. А я дырак просто, решил сыграть и петь, но раз сойдет дистанция, на финиш не успею. Даже не играю. В этом году вот это вот, сейчас пальцы болят, считайте, первый раз гитару взял. До 70-го года свободы было больше, получается, да? Да, между прочим, все ходили, собственно, попеть, оттянуться в РТИ. И Кандрусевич тот же, и Алипова, да, и ты вот у нас пел, да. Да, так это, и постоянно это был такой начало алгоритма, а потом джем такой перемешанный все со всеми. А дальше, дальше, дальше очень печальная пошла история, потому что вообще университет сам по себе, в отличие, кстати, от радиотехнического, где Женя учился, тогда это очень консервативный был ВУЗ. И партком это по существу, во-первых, во-первых, был Севченко ректор, вот, человек старой закваски, причем не просто закваски, какой-то там оттепелем, хрущевский, это сталинист был, самый настоящий, сталинисты такие. И поэтому, ну, там просто-напросто нам не давали концерты давать. Меня-то, в общем-то, отчислили, но в результате не отчислили, да дали академический отход, но отправили в армию. В армию я тоже не попал в результате, но это уже как бы личная история, неинтересно никому. Но именно за песни, которые я пел в холлах и собирал, собирал практически весь фисфакт, весь матфакт, все знали что-то. Вот, это, да, холлы были, акустика великолепная, и поэтому все слышно, достаточно гитары. А что вы пели в холлах? Свои песни. Ну, они такие игривые, я, честно говоря, оттуда, ну, например, это чуть, может быть, позже уже, но, тем не менее, это все равно уже были холлы, так как залы не допускались. Солнце, кровь, только нет, тишина, это ты, а я, кровь, темнота, это я. Субтитры сделал DimaTorzok. Песня пустая, Ветра придет и чисто, И дождь рвает и снят, Строится, что видут мы где-то Луна луна. О, да что я забыл, Ты попробуй пройти, Я на взрослых ветра Уезжаю за парад, Там в Таёжной груши Буду жить, как и ты, Строится новую жизнь, Строится коммунизм, Твой друг, как и гитар, И дождь рвает и снят, 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 Они сидят на своих местах, Они сидят давно усидчиво, И по традиции передают эти места своим преемникам, И они это по традиции давят, Вот это определить, как-то мне было интересно, Как инженеру при науке найти корни, Я так искал, плюнул, сейчас уже не ищу, Почему так? Не знаю, уже знать не хочу, старый, Вот, то есть мы как были при своих остались, Нам нечего терять и сказать, что найдётся чего, Кому-то понадобится. Точно так свободен. Я хочу написать Той любви большой, Полной чад и ласки Эту ночь с тобой Я провёл, как сказки. По глазах твоих Почему так слёзы Ночью летя в них Я огонь и звёзды Ты не рада дню, Что приходит снова Знаю, что мы будем Согреться скоро Шепот шарки твой Больше я не слышу Может, никогда Снова не умишу Губы я твои Словно в белой краске Буду помнить я Эту ночь, как сказки Когда закончили школу Я опять же Среди, то есть там 24 школа Были, то есть в округе Вот, я собрал очень талантливых музыкантов Они были на год помладше И надо сказать, мне очень повезло Мой одноклассник Он мало того, что был одноклассник Ещё мой лучший друг В школе был Эдик Петрашкевич такой Он в восьмом классе Он профессионально занимался музыкой В восьмом классе Он поступил в музыкальное училище На струнное И таким образом у него Естественно, весь его коллектив Это были струнники А я вообще, честно говоря Я тяготел к арт-року То есть у меня Я когда вот услышал Битлз Леонора Регби Потом биджи с симфоническим оркестром Вот, я был просто восхищен И вот если Кто-то там занимался Де Папл И так далее Такой более жёсткой музыкой То у меня как раз тяготение было Вот, именно направление арт-рок И тут так всё счастливо совпало Что, во-первых, они пели просто гениально То есть пели абсолютно чисто У каждого абсолютно слух У нас не было никаких проблем с вокалом Мы совершенно спокойно всё распевали на четыре голоса К этим ещё четырём Причём голоса были очень хорошие по тем временам Это не сейчас Мощные Нормальные голоса При этом Профессиональные вокалисты Все спрашивали нас Где нам голоса ставили А голоса Знаете, как мы ставили голоса? Вот как раз органавтом Репетировать было негде И мы занимались Мы ходили в парк Грицевца Нынешние Янки Купалы И вот мы буквально залезали на деревья Брали гитару И на деревьях, на свежем воздухе Мы, значит, вот и ранжировали И пели вот эти песни Собирали немомерное количество Значит, людей, которые там прогуливались И бабушки с детьми, и молодёжь И вот этих деревьев собирались И хлопали нам В общем, короче, популярность у нас была такая, да Уже уличная На улицах, кстати, надо сказать Очень много пели Вечерами вот просто в том же Грицевце собирались Это просто собиралась молодёжь Приходили мы с гитарами И там весь вечер По три, по четыре часа когда Причём пели не только мы Кто-то пел Высоцкого Кто-то Акуджавова пел То есть Жизнь в этом смысле Она была Мало того, что музыкальная Так ещё и музыка была представлена Разнообразно Разных стилей Но это было интересно Потому что Ну, всё же это было Вне радио, вне телевидения И вот как раз вот эта вот Параллельная музыка Она там и звучала всё И вот таким образом Я потом Фестиваль Фестиваль Фестиваль, да И вот с Эдиком мы собрали Вот этот камерный Ансамбль Трудно назвать Но это было четыре скрипки Два льта, две вилончели Вот, то есть в самом случае Это уже был камерный ансамбль Эдик, естественно Уже как профессионал Всё это расписал И мы подготовили Конечно По тем временам Вот Абсолютно Во-первых И качественную Программу Но самое главное Необычную Потому что Электрогитары С камерным составом Конечно Никто тогда здесь Ещё не слышал Вот Ну и поэтому Второй фестиваль Собственно Происходил точно По такой же схеме Ничего Нового не было Но в частности Вот Я там тогда написал Такую патриотическую Песню Чёрный камень Причём Она была Сделана композиционно Что тоже Было вновь То есть Там был речитатив На Рождественского С С камерным составом Ну Во всяком случае Зал поднялся Тогда впервые Когда мы это всё исполнили Более того Значит Мы спели Семеняку Хорошую одну песню А Место народной песни Мы спели Тогда Алла Мария Шуберта Вот То есть это конечно В принципе Это был такой Лёгкий шок Причём Значит Самое интересное Что Я был против Шуберта Я говорю Ребята Нас просто-напросто Засвистят Это всё же Рок-фестиваль Вот А мы тут Шуберта Начинаем Под Под Рок Пытаться Сунуть И Любопытно Я хорошо это помню Это была вторая песня Алла Мария И Когда мы Закончили её петь Стоит гробовая тишина такая То есть я помню Я отхожу от микрофона И Элику говорю Ну типа Ему показываю Ну мол Что я тебе говорю Ну типа Сейчас свист начнётся Но Было всё в обратную сторону Ровно наоборот Было просто шквал аплодисментов Это кстати говорит о том Что всё же вкус был Тогда Видите То есть не было ничего такого Уже более Всё Всё что было красиво Всё абсолютно Всё воспринималось Воспринималось На ура Ну а потом Там уже вот была Это моя тишина Там уже был такой Блюз И И беджис мы спели Тоже Это Вот Зал поднялся В результате Когда-то бегал я по крышам Средь голубейных сталь Ты запросто мог выпрыгнуть Открытое окно Открытое окно Теперь сижу под пледом И пью холодный чай Я всё забыл Ведь это было так давно Когда-то слушал я тайком Засторенный эфир И И Мир Цветился красками Молдовского Вина Я всё забыл Ведь это было так давно Когда-то уходил Как собаку гнали Отовсюду прочь Но правда в детстве Я дальше все В Докарта До встречи ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Я уйду Беду А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова А.Кулакова Корректор А.Кулакова 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 А.Кулакова